Производители молока получат дополнительные субсидии из областного бюджета. За счет этого в правительстве хотят поддержать местных фермеров. А со временем и на порядок увеличить качество производимой ими продукции. О секретах молока высшего сорта накануне говорили в Заукском. Там для буренок устроили настоящий конкурс красоты. Елена Макарова продолжит. Откуда берется молоко, самый полезный и уникальный продукт, созданный самой природой, наглядно показали лучшие заукские коровы. Именно они в этот день были героинями праздника. А любители молока на фестивале имели возможность не только поближе познакомиться с этими дружелюбными животными, но и продегустировать молочную продукцию. Тем, кто посмелее, предлагали испытать свои силы в конкурсах по взбиванию масла. Никаких специальных приготовлений, исключительно ручной труд. Сметана, банка, недюжая физическая сила и терпение. Как оказалось, взбивание нескольких граммов масла отнимает массу сил. Судьи неумолимы. Сметана растеклась, значит не масло. Но победителя все же нашли. Итак, дорогие друзья, мы готовы назвать победителя этого конкурса. Андрей Ишумышев. Аплодисменты! А где хранить полученное таким трудом масло, рассказывали гончары. Их крынки и горшки в этот день пользовались особой популярностью. Все желающие могли под четким руководством освоить процесс производства глиняной посуды. Старинные забавы улетели многих романтиков. А вот практики обращали внимание на продукцию рязанских производителей, которые же успели зарекомендовать себя на рынке. Они знакомили гостей фестиваля не только с традиционными молоком, сметаной или маслом, но и всевозможными десертами на основе молока. География продаж уже довольно-таки обширная, значительная. Но мы планируем расширять ассортимент. Для этого будем привлекать еще больше натурального сырья. Будем изготавливать только качественные молочные продукты. Мы очень рады показать свою продукцию рязанскому краю. Зима очень широко представлена, нас любят, знают. И мы во благо нашего рязанского народа рады только стараться. У каждого производителя своя интересная продукция, как знакомая потребителю, так и удивляющая. Словом, интерес к молочному производству рязанского края на протяжении фестиваля только рос. Елена Макарова, Артем Королев, Вести Рязань.